так друзья давайте еще одно кино снимем как вот таким образом мы походим по питомнику Сергея Железова вот посмотрите что такое кочующий питомник вот уже плодносящие абрикосы им пошел четвертый год вот видите никто их никогда не поливал они сами по себе но первые плоды уже задали немножко в прошлом году немножко побольше в этом а вот это вот питомник однолетние привитые абрикосы но они тут последний год вот эти вот 3-4 клетки их выдавливают отсюда другое место как это будет происходить сейчас мы увидим этот процесс потому что вот он начался буквально пару дней назад осенние пересадки сегодня 20 сентября это груши уссурийские им второй год пошел то есть в следующей весной исполнится два года вот они будут пересажены в горшки просто еще не успели вот эти абрикосы им повезло что купить их никто не купил кого-то не хватило денег у кого-то желание они остались навсегда как они остались здесь тоже были абрикосы их уже нет они проданы и получается что еще год-два кроны сомкнутся и даже хотя они все привиты видите это такая густота что или они задавят друг друга или придется брать пилу топор именно вот эти вот которые чуть пониже вот эти помощи и помощи вот эти раз вот этот помощи он получил вот это раз два три будут уничтожены пока нет почему нет матышный сад еще год-два они дадутся червяки на прививку вот потому что это самые ценные сорта какие только можно себе представить и вообразить никогда такой крупности плодов я не встречал у привозных на этих самых готовые плоды где продаются супермаркетах везде вот таких крупных плодов нигде нет значит это уникальная вещь вот то есть здесь абрикосы победили вот их по какой-то причине не купили и решили оставить их навсегда ради вот этих вот приростов это черенки на прививку единственная беда что вот это вот видите середку придется это выпиливать через год-два хотя на данный момент они дают черенки на прививку вот этот момент это и беда и радость иметь не просто питомник а кочующий питомник плавно переходящий матышный сад вот видите смотрите жаль что мы с вами уже не попробуем груши даже виртуально почему смотрите вот последний груша упала я их собирал ничего уже столько съесть было невозможно но их ценность вот в этом вот вот этих вот косточках семечках ценность необыкновенная никогда вы мне не докажете что если эту грушу посадить вот они видели что если эту грушу посадить мне никогда не докажете что из нее семечка вырастет дикарь вот еще кусочек питомника сергея железова да вот эти деревья растут груша яблони 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 груша там абрикосы вот они продолжают расти но еще кусочки удается отстоять вот это было перекопано здесь будут посажены семена вот вот здесь уже рассажены но заметьте не в горшках здесь уже свежие посадки наверное им всего день-два скорее всего почему они не в горшках большинство саженцев продается прямо посылкой высылается посылка значит горшках во-первых смысла нет во вторых так обидно когда у сергея кончатся вот такие которые называются с открытой корневой системы и вдруг приходится брать горшок выкапывать разрезать вытряхивать неусаженный чтобы положить посылку уже без земли но посылка как его научился время начали старая тряпка на корнях потом полиэтиленовый мешок вот и потом снова все это ну и так далее технологии вам рассказывал не раз ну видите что станет весной они будут привиты сейчас они укоренятся нормально и будучи привитыми осенью это будет уже товар видите как он оказался вот видите написано академик саженец вот не продан ничего будет продано вот здесь они были здесь уже выкопаны уже место где выкопаны затоптаны давайте еще что-нибудь посмотрим мучает у нас тля да мучает вот видите но мы смотрим я на это смотрю философски все все хотят кушать но это питомник здесь люди боролись вот сейчас я покажу наиболее уязвимо это мы просто ходим по питомнику любуемся наиболее уязвимы сливы которые относятся к виду ринклодов ну я их еще называют так для понятности я их называю круглоголовые вот видите это двухлетки их так для ограла что за два года только только-только они стали пригодны а почему пропустили тлюх а жизнь такая где-то дети болели где-то работа на советском лимонезаводе в качестве иначе не выжить в качестве корзавчика вот и привела к этому сергея вот а вот это вот ценнейшая вещь слива сувенир востока здесь не упущено смотрите здесь было во время обработано от плей знаете чем аватар вот пять миллилитров на ведро воды но это может быть и 10 миллилитров на ведро воды это зависит конкретного пузырька что на нем написано вот любуемся вот они роскошное будущее слива жаль только на фотографиях остался самошедший урожай уже не маточном саду а просто в саду посмотрели куда бы нам еще сходить посмотреть вот давайте будем глядеть что нам по пути встретиться видите маточка деревья вот они остались навсегда а когда-то здесь был ряд рядок яблонь ну-ка не угостить соляным яблоком и каким сейчас посмотрим уже все отошло даже груши летние отошли осень еще есть только в другом месте так нам тут яблочко не оставили нет молодец сергей да это гости каждый раз вот видите выкапывали саженцы здесь выкопали здесь здесь выкопали вот здесь выкопали ну и тут же рядом угощайтесь угощайтесь дорогие гости есть и 13 блин я ведь не считаю и так постепенно постепенно здесь еще две недели назад столько яблоком ушло куда-то они делись так дальше пойдем здесь интересно то что вот это вот для абрикосов вот помните какие урожаи я же постоянно делаю фильмы попробуйте попробовал бы я кого-то обмануть вот они абрикосы и вот они живут на этом косогоре это самое лучшее место для абрикос здесь никогда не выплевают корневые шейки видите как здорово сделано вот здорово да и все равно я когда садил небольшие холмы и дел видите все равно небольшой холм видел это уже страховка корневые шейки основание штамба самые слабые места вот посмотрели и вдруг мы оказались вот тут здесь был мертвый саженец но сергей убрал это уже второй был мертвый на этом месте посажена когда второй погиб я взял рамки проверил да гипотогенная зона стопроцентная страшная поставь здесь кровать будете болеть поставь здесь пройди здесь дорога через это место тут были бы аварии это недооцененная наукой страшная вещь что-то недооцененная наукой проблема проблема гипотогенных зон а для чего это место использую теперь учу молодняк всех желающих это мое призвание я белокатовщик или как раньше говорили лозоходец вот вторая есть вот этот питомник чуть постарше он тоже постепенно превращается в маточный сад вот где-то еще удается сохранить место под питомник вот он вот он вот он а вот это посмотрите вот это уже подсадки недельной давности вот это уже горшки и в этих горшках растут подвои в данном случае абрикосики и сливы вот вот они а а дальше у нас так кто-то к нам идет вот видите абрикос он не был продан а тут у нас нет вот такой вот он остался но навсегда его не оставишь в горшке может еще удастся продать но в этом саду интересное явление это когда-то я к этому приучил что я имею ввиду я имею ввиду следующее значит если везде трехлетка будет стоить допустим три тысячи пятилеткой саженец пять тысяч десятилетний десять тысяч есть такая тенденция то у нас уже трех однолетка может стоить допустим восемьсот тысячу двухлетка полторы а трехлетка пятьсот то есть все по-честному чем крупнее саженец тем шансов на меньше значит деньги драть за него нельзя то есть чем он старше тем дешевле это наш принцип вот а то вы знаете что творится вокруг выкапывает 3 5-метровые саженцы в надежде что приживется и не знает что такое обрезать сейчас кроны так ну идем дальше перед нами посажены весной косточки манжурского ореха идем дальше это уже переростки сожалению тоже не были выкуплены теперь вот этот саженец есть удастся продать вот этот вот то за пятьсот рублей так идем дальше что тут еще интересно сейчас мы найдем ага кондель орловский как его не умудрились пропустить вот он тоже не купили саженцы ему уже третий год он заплодоносил замечательные плоды замечательный сорт запоминайте кондель орловский этот кондель орловский к сожалению никто не соблазнился вот а ведь это чудо жаль его бы годом раньше бы продать ну еще что-нибудь показать вам вот давайте посмотрим что делает моя племянница юля юля сергеевна бог помощи я кино снимаю можно показать эти косточки персика далеко так вот у нас вчера был вебинар так я покажу людям на этом вебинаре я показал что 100 граммовые плоды персика получились из однолетних саженцев сергея то есть целая сенсация у человека получились такие великолепные деревья размером вот практически уже вот такие вот как эти урожай еще такой что у меня само сердце чуть не остановилось от удивления вот хотя все началось с моей веточки однажды срезанность с мертвого персика чужом саду с мертвого подчеркиваю вот теперь пожалуйста пошел по стране гулять ну а ты что сделаешь ты сейчас покажешь посадишь выкопаешь картошку на это место посадишь сотню косточек или сколько там осталось 50 вот и будем надеяться что сможешь на этом заработать ты вырастешь сергей продать еще кусочек сада посмотрите на эти прекрасные плоды они выглядят мелкими хотя это жигулевские почему мелкими потому что в густоте потому что ни разу не политы вот это тот же самый принцип это третий год заплазоносили санкции не выкуплены я еще знаете чему удивился как он умудрился сергей стали моей невесткой своей женой как он умудрился не продать этот персик до сих пор понять не могу может обещал до него купил как он уцелел давно должен быть чужом саду но впереди посылки посмотрим вот он маточный сад видите посмотрели вот еще вот это снова жигулевские давайте посмотрим какие у него плоды плоды у него такие вот согласитесь что единственный питомник где вначале пробуют угощается восхищается а потом говорят а вот он пожалуйста вот тут королл вот один из сюрпризов у наших королл видели вот кроме жигулевского а это что ну-ка посмотрим основа жигулевская вот тогда получается что после угощения продать гораздо легче это уникальная вещь чуть ли не единственный питомник в стране в мире где лапшинник нет ни одной лапшинки так вот здесь все перекопано здесь тоже будут посажены семена вот а это значит такое это орех лещина лесной орех лещина это как бы полу культурный родственник полу культурный родственник просто ореха как так сейчас оброжу у меня начинается провалов памяти фундука фундука вот снова представляете этот саженец надо было продать годом раньше он был меньше два раза еще в обрезочку и он был бы сейчас пышный а так его никто не подходил была дикая засуха но что имеем то имеем это синап северный вот он у него тоже удлиненные плоды такой слегка бочкообразной формы так посмотрели снова якобы фундук лещина это его полу культурная форма вот жалко наверное все я хотел угостить хотя бы виртуально угостить розмарин вот он розмарин вот и тут еще прятал эту траве одно огромное яблоко грамм на 450 и вы задайте все равно ушло куда-то ну гости они как рассказываю нас приезжает машина не пять человек четыре один с умным видом ходит и торгуется покупает саженцы остальные разберутся по саду у меня бывало первого урожая редкий сорт нету и год потерян да таких случаях уже несколько вот видите все некогда вот здесь не было покос сделал но ничего страшного дерево это не сильно вредит знаете что это такое если смотреть издали это молодое дерево пипин шафранного посмотреть за забор там сожалению уже все это догнивает увидите так собрать не удалось это аленушка мелбок все-таки собрали на последний уж больно хороша вот так куда мы еще пойдем смотреть а уж хватит это так плавно переходит питомник в матышный сад видите вот пожалуйста я бы сих осталось упала вот тут было так раз два три еще весной я пытался помогать продать ну вот это вот оставим сильно ужасно а эти два продадим по 500 рублей сильно росла да вот но их так и не купили даже по 500 и теперь прошел еще год видите я пытался снизить его крону смотрите вот так видите это делается специально посудить пытался снизить его крону бесполезно теперь они такие перёжки что их просто наверное я махнул рукой все-таки питомник сергея а матышный сад уже как бы мой наш и получается что теперь вот эта троица мешает друг другу осталось навсегда весной не удалось продать он был полтора раза меньше не удалось продать за 500 рублей не этот не этот а что они дают а вот что они дают вот вот что они дают посмотрите видели а теперь давайте посмотрим бирку вот это знаешь что такое грушевка грушевка московская вот что это такое она сидит и не так что на грушевку похоже сильно хороша но все вижу то продаю потому что садил то и у нее садил его сергей на продажу оказалось маточное дерево раз не хотели его никто не купил вот пойдем еще немножечко походим пошел дождь которого мы ждем месяцами месяцами ничего ни черта не растет поливать нет сил здоровья вот ну еще ага вон я вижу что я вижу по грушу вижу вот она посмотрите видите это память яковлева она тоже уже не годится они еще одна может потверже нет все мягкое она свое время пережила с дерева то мягкие дерево они не упали теперь только на семена вот и вопрос заключается в том что еще раз возвращаясь к этой теме это груши которую где там 2 было а вот это вот вот она вот эта груша я на ваших глазах такую раздавливал вот никогда не дождичка никогда как бы мне морда не тыкали как бы меня по морде не били никогда вот почему потому что я придумал это мировое открытие это практика теория практика наслоение ментора это наслоение ментора закрепляет качество настолько что семена переходит в качество культурных уже не диких предсказ как по Мичурину а по сельскому поколению культурных причем Мичурин мой соаптор вот настроение ментора и насыщение ментора это две стороны одного открытия вот кто-то из вас уже понимает разницу и разницу и как бы сказать однозначно что это две стороны одного открытия явления Мичурин тире железо извините за нескромность ну и еще тут увидел плодносящее дерево это опять сами понимаете и так мне ошибаться нельзя да вот это должен быть северный синап но я в таких случаях себя всегда контролирую ага бирка потерялась ну мне себя контролировать можно не контролировать это есть северный синап вот он так один раз был случай когда я ошибся а ну-ка что там бирка какая-то валяется ну-ка ну-ка сейчас будем надо мной смеяться но это не гарантия что это бирка отсюда где-то нет невозможно прочитать ну ладно просто поверьте мне у меня яблоки еще разномастные бывают покрупнее вне главное свойство легкое румянец вот он и продолговатость так ну все это пригодится для общего развития ну что давайте наверное по крайней мере этот фильм закончим вот сейчас как видите работа идет а я не снимаю я снимаю вот картошку что ты вырастила ну все друзья а вот он северный синап надо же это не синап это не синап а что это такое почему написали северный так это скорее всего лоба или да наверное лоба надо будет поправить а если бы не было бы гирки продали бы как северный синап ну все друзья я заканчиваю дождь идет а вот пойду прятаться а